Взять животное на передержку, чтобы найти ему хозяев. Поступок благородный и даже смелый. Тем более, когда речь идет о большой собаке и хрупкой женщине. Недавно на улице был найден сбитый пес. Уже четыре дня он находится на попечении у одной из жительниц нашего города и делит квартиру с четырьмя кошками. Подробности этой трогательной истории в сюжете Алексея Житких. Знакомьтесь, это Михаил. На вид ему около года. Неопределенное время он провел на улице, а потом его сбила машина. Когда он попал под машину, он просто лег и визжал, плакал от боли. Нашла его женщина Ксения, но она сама сейчас на последнем сроке беременности, не может им заниматься. 18 июля я подключилась. Мы отвезли пса в клинику, сделали ему рентген. Рентген, слава богу, не показал ни переломов, ни трещин. С тех пор пес живет у Надежды. У женщины есть еще кошки, поэтому ей приходится очень нелегко. Это, конечно, не выход, потому что псу надо гулять, он уже затаскует, уже практически ничего не ест. Миша – пес покладистый, метис. В роду пробегали немецкие овчарки, считают ветеринары. Он не лает, не кусается, на прохожих не бросается. Словом, прекрасно воспитан, симпатяга и очень любит людей. А еще лапу подает на счастье и другие команды знает. Мишка, сидеть, 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 сидеть. Очевидно, что такую науку Миша самостоятельно никак не смог бы освоить. К тому же, когда его нашли, на нем был вот этот самый ошейник. Отсюда понятно, хозяева у него уже были. Мы вот очень надеемся, что телевидение поможет найти его хозяина, чтобы он жил так, как он жил прежде. Надежда надеется найти, если не старых Мишиных хозяев, то хотя бы новых. Иначе придется отдать пса в приют. И гарантии нет, что там его спасут от собачьей жизни. Алексей Шитких, Сергей Гвоздев, Служба новостей.